Умерла еще одна пострадавшая в жутком ДТП в Харькове. 24-летняя Диана Берченко. Больше недели за ее жизнь боролись врачи, но... У девушки были многочисленные переломы, разрыв легкого, тяжелая черепно-мозговая травма. Она даже не приходила в сознание. Сестра Дианы, Оксана Евтеева, до сих пор в тяжелом состоянии. Во время аварии погиб ее муж. Состояние еще одной пострадавшей беременной Жанны Власенко остается очень тяжелым. На ее лечение приходится собирать деньги в соцсетях. Виновница ДТП, 20-летняя Елена Зайцева, находится в СИЗО. Ее адвокаты даже не стали оспаривать меру пресечения. Два месяца под стражей без права на залог. Впрочем, если сразу после аварии по свидетельству полицейских Зайцева полностью признавала свою вину, мол, надеялась проскочить, то теперь ее адвокаты и вовсе обвиняют в трагедии водителя фольксвагентуаре Геннадия Дронова. Кстати, его взяли под охрану в Харьковской больнице. Процессуальный статус Дронова – свидетель. Его адвокат утверждает, что бежать дронов никуда не собирается, а полицейскую охрану расценивает как давление. Вот заметьте, всякий раз, когда в Украине случается резонансное ДТП, вся страна уделяет трагедии максимальное внимание. Часто обсуждение выходит на высокий политический уровень. Но потом, потом не просто все повторяется. Происходят даже откровенно дикие истории. Вот, например, в том же Харькове за вождением в нетрезвом состоянии задержали человека, который уже сбил насмерть шестерых. В мае 2008 года он выехал на трамвайную остановку и тоже тогда был пьян. Сейчас же без прав и снова за рулем. Почему на украинских дорогах вольница для таких убийц? Ответ искал Алексей Пшемысский. Харьков, 2008-й. Внедорожник на скорости больше 100 км в час влетел в остановку. От удара части машины разлетелись на десятки метров. Шестеро погибших, среди которых дети. За рулем местный предприниматель Андрей Полтовец. Пьяный. Суд дал виновнику 10 лет, но через 7,5 он вышел досрочно. За хорошее поведение. И сел за руль. Снова пьяным. А ваша водительская? Это нет. Вообще нет? Нет. Его автомобиль вилял и постоянно пересекал разметку. К счастью, на этот раз в Полтовцу повстречался полицейский автомобиль. Очередную трагедию удалось предотвратить. Пройти тест на алкоголь нарушитель отказался, но заверил, не пил ничего. В этот день не употреблял, но это не значит, что я не был пьяным. То есть на предыдущий день где-то принял 300-350 грамм. А есть особенность организма, что выветривается 15-2 часов. За очередную пьяную езду Полтовец пока отделался штрафом 10 тысяч гривен. Но еще ему может грозить год тюрьмы. По закону он не имел права садиться за руль еще три года. А вот к судье из Закарпатия Виктору Амаровичу. Фемида была куда более благосклонна. В 2014 году на трассе Киевчоп он выехал на джипе навстречу и протаранил Жигули. Водитель легковушки погиб. Судья был под градусом. Но вместо приговора судья получил продвижение по службе. Пока в Мукачевском суде уже третий год рассматривают его дело. Виктор Амарович стал главой Перечинского суда. Неподалеку. Убийство. Вершению правосудия не помеха. До того времени, пока в соответствующей судовой инстанции Украины не будет вынесен вырок, который набрал законные силы, человек считается невиноватым. А вот Киев. Январь прошлого года. Джип влетел в людей на тротуаре. Погибла женщина. За рулем 20-летний Станислав Толстошеев. Сын донецкого бизнесмена. Судебный процесс длился год. Убийцу признали невменяемым. Якобы в момент ДТП у него произошел эпилептический припадок. А болезнью он страдал еще с детства. Впрочем, это не мешало мажору публиковать в соцсетях десятки фото с вечеринок, с алкоголем и писать о наркотиках. Дело закрыто. Болезни и смягчающие обстоятельства. Основной способ избежать ответственности за страшные ДТП, говорит адвокат. Насколько строгие не были бы законы. Наказание предусмотрено у нас, я считаю, хорошее, нормальное, строгое наказание. Но в связи с тем, что по нашему законодательству можно уйти от этого наказания. Или же условно, или же условно досрочно. Человек совершил ДТП через 3 месяца или 5 месяцев, неважно, суд. И он может сразу освободиться. Но все же, насколько строга украинская фемида в отношении нарушителей правил дорожного движения? Столица Бельгии, Брюссель. В густонаселенном городе увидеть ДТП большая редкость. Здесь не слышали о судебных процессах, длящихся годами. Нарушил сразу штраф. Гастон работает здесь таксистом уже 20 лет. 120 евро, если вы не надели ремень безопасности. Например, вот напротив есть светофор, на нем камера маленькая. Она снимает, когда вы едете, а потом по почте вам приходит штраф. Вот, например, часть дороги, где можно ехать только такси и автобусом. За въезд сюда штраф 50 евро. Если бы такие штрафы получали украинские водители, каждый раз выезжая на полосу общественного транспорта, дороги у нас можно было бы проложить явно не хуже, чем в Бельгии. Самые дорогие штрафы в Европе за езду пьяным и превышение скорости. Скорость один из главных факторов, который приводит к смерти на дороге. В некоторых странах, таких как Швеция, штрафы за превышение скорости зависят от дохода водителя. Чем больше вы зарабатываете, тем больше вам придется заплатить. Порой даже собственной свободой. В Испании, даже если водитель не совершил ДТП, но превысил скорость в два раза, например, ехал больше сотни при знаке в 50 км в час, ему грозит тюремный срок до одного года, и справку от врача здесь купишь вряд ли. Полиция на дорогах, камеры, людям нужно дать знать, что если они не пристегивают ремень, превышают скорость и садятся за руль выпившие, то их обязательно поймают. Это поможет в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной стране нужно образование, отличные дороги и качественные автомобили, а также хорошие спасательные службы. Лояльные законы, вовсе не слепая Фемида и отсутствие камер. Итог, 5000 человек в Украине ежегодно погибают в авариях. В шесть раз больше, чем в Европе. Ответственности нет. Ответственности нет. У нас в жизни человека стоит вообще ничего не стоит. Именно видеофиксация нарушений и автоматические штрафы могли бы частично улучшить безопасность наших дорог, уверен эксперт. Ведь сейчас камер нет нигде, ровно как и радаров у полиции. По всей стране гони сколько хочешь, никто не докажет. Но главное культура вождения. Ведь превышать ли скорость и садиться пьяным в такси или за руль, каждый решает сам. Алексей Пшимыский, Елена Абрамович, Марина Коваль, Светлана Шекера. Подробности недели, телеканал Интер. Ну а политики опять обещают, что теперь-то уж точно что-то сделают, чтобы ситуация на дорогах изменилась. Сначала предложили снизить разрешенную скорость движения в населенных пунктах. Затем заговорили о повышении штрафов и усилении ответственности. Потом пообещали даже целое заседание Кабмина посвятить этой проблеме. Не получится лишь так, что и на этот раз поговорят, поговорят да и забудут. И можно ли вообще как-то повлиять на ситуацию только ужесточением ответственности? Поговорим об этом с Владимиром Амеляном, министром инфраструктуры Украины. Он как раз за дороги в Украине у нас и отвечает. Да, Владимир? Здравствуйте. Доброго вечера. Спасибо, что пришли. Не побоялись отвечать на наши вопросы. Вот смотрите, с чего начал, да, уже. Как у нас всегда происходит, к сожалению, в Украине. Жуткая трагедия происходит на дорогах. Общественность возмущается. Чем громче возмущается общественность, тем активнее политики и чиновники обещают принять, осознать и извлечь уроки. Проходит время, уроки не извлекаются и все забывается. В этот раз есть надежда, что решения какие-то будут? Ну, знаете, это была, на самом деле, типовая политическая рефлексия на жахливую трагедию, которая произошла в Харкове. Мы рефлексиями не занимаемся, мы занимаемся системной работой. Вперше за 25 лет мы разработали абсолютно действующий комплекс заходов, взявшись за базу европейский опыт. С 1 сентября 2018 года у нас работает Дорожний фонд. 5% из него забезпечено, власне, на финансирование заходов по попереджению будь-яких автомобильных аварий или подвищению дорожной безопасности в Украине. Мы предбачаем, что это будет близко 1,5 миллиарда гривен на 2018 год, плюс, за рахунок европейской секторальной помощи, еще удалось выделить 400 миллионов гривен. Отже, близко 2 миллиардов. На что они пойдут? Вони пойдут на... Хотелось бы понять, как деньги могут повлиять на ситуацию с аварийной. Власне, те, что, насправді, это уже было в предыдущем сюжете, когда мы смотрели, как работает в Европе и почему низкая смертность в Европе. Тут не нужно находить велосипед. Я сегодня вернулся тоже из Польши, помню, как ездили поляки еще несколько лет назад, запитался, а в чем причина? Как так раптово изменились люди, все дотримаются 50 км на год в городе, очень спокойно, вечливо. Он говорит, вы знаете, высокие штрафы и автоматичная фиксация. Это то, что работает и в Украине, мы в этом свято переконаны. Но, кроме этого, сколько это больше, сколько касается полиции, мы разработаем несколько других заходов, которые должны обеспечить травматизм и смертность на украинских шляхах. Владимир, скажите, пожалуйста, вот у нас автоматическую фиксацию не запускают уже несколько лет, но все время обещают. То ее выделяют какие-то миллионы и миллионы на закупку, ее устанавливают, ее даже тестируют. Украинцы пугают письмами счастья, да, со штрафами, но до сих пор этого не происходит. Почему? Я верю, что этого года мы это сделаем. У нас не было десятилетия дорог, мы начали их ремонтировать, в частности, в 2016-2018 году и продолжим на следующие годы. Тут, возможно, есть такой принцип, что это ждет, но я уверен, что тысячи смертей украинцев на дорогах не могут ждет. Я слышал такую версию кулуарную, да, от властимущих, что здесь активно очень лобби тех, кто очень любит у нас с правительственными номерами проехаться с ветерком по всей Украине. Я не выключаю, может быть, разная аргументация. Но тут должна быть публичная позиция, что так, мы все требуем автоматической фиксации, потому что это лучше, на самом деле, индикатор того, что все равны перед законом. Камеру, которая автоматически фотографирует, или видео, которое снимает автоматически, не обдуришь. Хорошо. Но, с другой стороны, согласитесь, парадокс. Как если у нас по всей стране нет ремонтированной дороги, куда нам вешать эти камеры? Я знаю, что планы полиции – это около 4000 камер на ближайшее время, но с дорогами мы уже идем вперед. Если вы вспоминаете, даже, в 2015 году отремонтировано было только около 100 км. В 2016 году – около 1000, и в этом году мы планируем около 2000 км до года сдать. Мы планируем значительно больше километра ремонтировать в следующие годы, потому что мы уже с этого года ремонтуем дороги, которые не ремонтировались не только несколько лет, а по 30-40 лет. Мы ремонтуем мости. Но парадокс. Как только мы ремонтуем дорогу, буквально день-два – первые трупы. То есть люди видят, что можно на газ, и чудово. Мы показываем, как мы хорошо ездим. Это дорога в никуда. Вот смотрите. Хорошо. Уйдем от проселочных дорог, вернемся к городским. Вы были одним из первых, которые после жуткой трагедии в Харькове предложили вести ограничения в городах 50 км в час. Но, вот поймите, как это остановит водителей типа Харьковской вот этой Зайцевой? Есть 170 ограничений им, 150. Они как летали, так и будут летать. На самом деле, они все будут летать очень недовольный час. И до первого порушения. Если у нас будет автоматичная фиксация, будет однозначная покара за любые порушения, что это серьезно, что это не серьезно. И мы будем понимать, что, на самом деле, это не наша примха 50 км на час. Это серьезный европейский тест, который проводился неодноразово. 50 км на час, не дай бог ДТП, человек остается живой, максимум это травмировано. Выше 60 км на час, однозначно смерть. Ну понятно, что смерть тогда более вероятна. Хорошо, вы говорите о покарании. А какое покарание может быть? Мы бы пропонували... Мешать прав пожизненно? Мы считаем, что за незначные порушения должны быть очень высокие штрафы. Они должны быть увеличены много разов. За алкоголизм или наркотики, за кермом, однозначно, это должно быть тюремное увязнение або позбавление прав с очень серьезными финансовыми наследками. Хорошо, но высокие штрафы, вы не думаете о том, что это будет просто очередная кормушка для коррупции, для поборов на дорогах, увеличения? Смотрите, объясняю. Вот мы только что показывали сюжет. Ни штрафы не напугали, ни лишение прав, ни тюрьма не напугала человека, который убил 6 человек. Он все-таки садится пьяным за руль. Потому что что? Потому что его и выпустили досрочно, и, в общем-то, наверное, где-то он надеется на свои старые связи, новые связи и так далее. Я надеюсь, что это будет последний случай, когда мы сомневаемся, что будет по каре. Я уверен, что это будет показовая вещь, и виноваты сядут в вязнице. И мы, в общем, с этого начнем очищение Украины, и начнем с того, что все дотримаются, с первого права, дорожнего движения, потом закону, а потом всех других правил, которые притаманны нормальному существу. Я снова вернусь к ремонту дорог. На следующий год денег достаточно на все то, что вы озвучили, выделяется в проекте бюджета? Скажем так, меньше, чем мы бы хотели, но достаточно для того, чтобы показать качественные изменения. Мы планировали и хотели иметь 100 миллиардов для того, чтобы восстановить полностью все транспортное сообщество между всеми областными центром Украины. В подсумку, на следующий год мы получим около 40 миллиардов гривен. Это будет более-менее нормально для того, чтобы дальше капитальным чином ремонтировать украинские автошляхи. Но важливая особенность из следующих и дальнейших годов. Вибухается децентрализация Украфтодора. То есть Украфтодор и государство, витратно только за дороги государственного значения, 50 тысяч километров. 120 тысяч километров с 1 сентября 2018 года переходят на баланс областей. И уже, власне, местные громады имеют полное право требовать, что каждого губернатора, каждого чиновника области, чиновники, дали тебе деньги. А по вашему опыту, вы можете вспомнить хотя бы одного главу Украфтодора, областного, районного уровня за последние несколько лет, на котором хотя бы было заведено уголовное дело? Или вы не владеете такой статистикой? Я пишусь новаком и стараюсь работать таким образом, чтобы нынешние керевники не подвели Украину. Я просто знаю по своему опыту. Вот проезжаешь любой населенный пункт в Украине, чем хуже дорога, тем жирнее и богаче будет дом у главы райавтодора, ну и, соответственно, у главы облавтодора. Вы знаете, этот риск был и у нас, но я очень счастлив с тем, что у нас не появились деньги, а строятся дороги. Еще одну больную тему хотел с вами обсудить. Это владельцы машин с евро номерами. Многие водители сейчас сетуют, особенно в столице, на гигантские заторы, на очень низкую культуру вождения у владельцев этих автомобилей. Это можно объяснить. Они не рискуют, в общем-то, дорогими автомобилями и могут уйти от ответственности, потому что эти машины не зарегистрированы в украинских базах. Как вы к этому относитесь? И не пора ли уже как-то более пристально изучать эту проблему и решать ее? Вы знаете, я выходу из того, что государство должен идти за своими гражданами. То есть, если у нас есть население, которое не может позволить себе дорогие иномарки, а производство в Украине отсутствует, то мы все-таки должны менять податковую базу, чтобы эти иномарки ставили дешевшими в Украине. Питание также, насколько действительным есть механизм ввоза и вывезения этих иномарок. Бои, кроме того, что мы видим на украинских автошляхах, это величезные корки на кордонах, потому что люди каждые 5 дней должны вернуться назад. Но это вопрос не было политически значительным. Было бы лучше, чтобы давали ответы и парламент, и министры взагалом. Ну что ж, позовем, увидим, дадут ли они эти ответы. Спасибо, Владимир Альян, министр инструкции Украины, отвечал на мои вопросы.